А перед началом этого видео я хочу вам посоветовать удивительно крутой и качественный ютуб канал Джокей Гейминг. Если честно, когда я первый раз зашел на него, я просто офигел. Потому что парень заморачивается так, как уже лет пять, наверное, у нас вододелов не принято. Это реально очень серьезные и вдумчивые гайды с использованием хромакея, с графическим оформлением, хорошо поставленная речь, отсутствие слов паразитов. В общем, уровень крайне высокий. Сейчас так просто никто уже не делает. Я очень удивлен, что у него так немного подписчиков. Мне кажется, надо реально это исправлять, иначе мы скоро все скатимся в лучший бой в истории. Псих нагнул статистов. Также он еще помимо World of Tanks делает видосы по другим играм, которые тоже весьма годные. В общем, друзья, ссылочка в описании. Рекомендую пройти по ней и подписаться. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас две новости. Первая такая забавная и несерьезная. А вот вторая очень даже серьезная и, по большому счету, я бы сказал, грустная. Давайте начнем с веселой. Стало известно то, что с позавчерашнего дня в продаже появились специальные сухарики World of Tanks. Компания Wargaming совместно с компанией United Food Group выпустила линейку снеков, стилизованных под World of Tanks. Там сухарики, гренки, арахис вроде тоже. Там, помимо вот этого вот оформления, как вы видите сейчас на экранах, да, в стиле World of Tanks, также присутствуют еще магнитики в самом пакете. И вроде как даже есть шанс найти какие-то бонус-коды и инвайт-коды. Если честно, почему-то у меня это сразу вызвало какую-то дебильную такую улыбку, потому что, ну, как-то не совсем я понимаю вообще, как связаны сухарики с танками. Ну, хотя, с другой стороны, у нас и бургеры были, помните, если танковые. Так что, наверное, в принципе, логично, как говорит этот Снейл Кик. Я не знаю, как бы, что об этом еще сказать, потому что я сухарики вообще очень давно не ел. По большому счету, вспоминая свои студенческие годы, сухарики были всегда такой, знаете, самой дешевой закусью к пиву. Вот если денег нет даже на чипсы, вот тогда покупаются обычно сухарики. Возможно, что-то изменилось с того времени, я не знаю, но помните просто о том, что жрать так вот просто сухари, это довольно вредно. И если вы будете играть в World of Tanks и параллельно еще жрать сухарики в World of Tanks, скорее всего, вы себе через какое-то время гастрит заработаете. Так что, будьте внимательны, друзья. Переходим ко второй новости. Как я сказал, она довольно грустная, потому что Wargaming опять угрожает блогеру. Если помните, около полугода назад была ситуация с Serum Fosh, с западным танковым блогером, а сейчас у нас подобная ситуация с YouTube-каналом iChaseGaming. Это довольно крупный по меркам кораблей канал. Там 60, почти 4 тысячи подписчиков. Для кораблей это очень серьезные цифры. И суть конфликта, насколько я понял, к сожалению, на 100% погрузиться я в эту проблему не могу, потому что я не играю очень давно уже в корабли, года два, и не совсем там в курсе, что происходит. Но, по крайней мере, как заявляет сам блогер, как заявляет также ресурс World Express, да, в принципе, и сами в АГЭ там в статье, произошло следующее. Выпустили они премиумный авианосец под названием Граф Цепелин. И, по мнению большинства игроков, данный корабль оказался крайне сомнительного качества. То есть, ну, просто, по-русски говоря, говно. Не справлялся с обязанностями. И большинство блогеров, они так примерно и сказали. И один из этих блогеров, YouTube-канал, как я сказал уже, iChaseGaming, стал получать, после разгромного видео по авианосцу этому, стал получать угрозу от ВГЭ. А также его там еще сняли с партнерской такой программы. У них есть там своя, европейская. У нас, к сожалению, кстати, ничего подобного нету. Я сейчас даже скажу, как она называется. Community Contributor Program ВГЭ. В принципе, я охерел, когда это узнал, потому что, ну, полгода назад, да, уже была подобная ситуация. Чем все закончилось? Извинениями, да, и унижениями, по большому счету, чтобы community как-то стала относиться к разработчикам более лояльно. Не проходит и там 5 месяцев, то же самое происходит. Я понимаю то, что корабли делают другие люди, да, то, что, ну, формально называется Wargaming, но по факту это разные отделы, да, отделения, вернее, даже. И, возможно, как бы они не имеют какой-то прямой связи, там, с друг с другом не общаются, но все равно, блин, они должны быть в курсе, что полгода назад была такая ситуация, и то, что угрожать блогерам нельзя, это всегда плохо заканчивается, потому что общественность всегда на стороне блогера. Даже если я в глаза не видел этого iChaseGaming, и ни одного видоса его не смотрел, узнав об этой ситуации, я все равно буду на его стороне, потому что он пострадавший, причем абсолютно невинно пострадавший человек, который просто рассказал правду, про свое мнение, да, имха, рассказал про корабль, и из-за этого его начинают удавить, как бы, причем это длилось довольно долго, чуть ли не неделю, но, ребята, развязка, естественно, такая же практически, как и раньше, то есть извинились, все ограничения сняли, и, кстати, еще беспрецедентный случай, теперь любой покупатель данного корабля может его вернуть, то есть в ВГ и получить бабки назад. По-моему, такого вообще никогда раньше не было в играх ВГ, я вот не припомню. Единственное, я не в курсе, это только европейцы могут так сделать, или наши тоже. Я, еще раз говорю, не играю в корабли, сори, ребят, ради этого видео, сами понимаете, ставить корабли и играть в них, я думаю, смысла особого не было. Если вы играете, напишите в комментариях поподробнее по поводу данного премиумного корабля. Ну, ребят, я в шоке был опять, потому что, ну, я понимаю, да, ну, один раз облажались, ну, второй раз, не прошло полгода, опять давить на блогеров, опять пытаться навязать свою точку зрения и скрыть правду, ну, елы-палы, ну, как так-то вообще? У меня что-то ощущение, что это добром-то не закончится, потому что у меня вот тоже на канале много критики. Как бы, что мешает меня там начать прессовать, как бы, в принципе? Да ничего, по большому счету. Причем, это, как правило, на Западе, да, так этот, ну, сразу поднимается буча, они начинают ютуберы друг за друга вступаться. Сейчас, как бы, у нас такого не происходит на русскоязычном ютубе. И если там меня или еще кого-нибудь закроют, там, или что-то начнут давить, мне кажется, никто даже ничего не скажет. Там, может быть, какие-то более-менее мелкие блогеры сделают там какие-то видео, да, в знак поддержки, но эта роль не сыграет. Крупные, мне кажется, будут тупо молчать. Потому что никто ситуацию с серым форшем не осветил. Я вот не припомню. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я не припомню, чтобы кто-то из крупных, из топовых, по крайней мере, осветил. И меня это все вызывает фейспалм. Не знаю, как к этому относиться, кроме как негативно. На этом на сегодня все, друзья. Вот такие вот новости. Пишите свои комментарии, мнения по этому поводу. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Обязательно загоните группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Также не забудьте еще заценить мой второй канал. Там сейчас очень много видосиков по разным гонкам на руле за 3500 рублей, друзья. Всем до скорого и всем пока.